Итак, всем привет! Продолжаем записывать наше видео по поводу работы с телефоном Lenovo S660. Но то, что я сейчас буду показывать, оно касается не только этого аппарата. В частности, то есть сейчас я буду показывать, как сделать бэкап EMEI перед прошивкой аппарата. То есть если вы хотите ставить там либо же через Flash Tool, либо же через CVM устанавливать, через CVRP, то есть через Recovery прошивку. Всегда рекомендуется сделать бэкап EMEI, чтобы после прошивки вы не получили неприятный сюрприз. Я за всю свою практику, честно говоря, еще ни разу не получил такой сюрприз, не знаю почему, но многие мне писали, что такие вещи у них случаются. Чтобы этого не было, то сейчас будем делать бэкап EMEI. Первый способ это непосредственно с самого аппарата. То есть что нам нужно иметь? Ну, нужно иметь на аппарате ROOT. То есть без ROOT у нас ничего не получится. То есть на этом телефоне у нас ROOT есть. Как получить ROOT на S660 вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Ссылочка будет под этим видео и также в выноске в аннотации вот здесь. Но этот метод, я повторюсь, он для разных моделей телефонов. То есть не только для этой модели справедлив. Запускаем Mobile Uncle Tools. Здесь есть такой пункт. Имеи Backup and Restore MTK. Здесь есть возможность сделать бэкап фактически на две карты памяти. То есть мы что сюда можем сделать? Бэкап, бэкап, ты имеешь ра-та-та. Окей. Все. Бэкап successful. Также можем на эту SD-карту. То есть одна пойдет у нас на телефон файл, второй пойдет у нас на SD-карту. То есть, соответственно, потом можно будет восстановиться либо же с этого, либо же с этого файла. То есть вот бэкап у нас в принципе уже есть. То есть если вы после прошивки аппарат запустился, а имея у вас нету, ставите ROOT, запускаете Mobile Uncle Tool и вперед пробуете после этого работать. Вот это первый способ. Сейчас посмотрим второй. Второй способ, которым можно сделать бэкап имеи, это используя программу MTK Droid Tools, которую мы будем пользоваться на компьютере. Но перед тем, как ей пользоваться, нам нужно в телефоне включить в пункте для разработчиков обязательно отладку по USB. То есть у нас также должен быть ROOT на аппарате, и после чего мы можем как бы дальше работать. То есть телефон мы не выключаем, включили отладку по USB, ROOT имеем и после этого переходим к компьютеру. Будем действовать дальше. Итак, продолжаем наши эксперименты по поводу получения резервной копии EMEI с нашего аппарата. Второй способ, это MTK Droid Tools. Ссылку также, все это дело я вам положу под видео, то есть все ссылки, все у вас будет. То есть вам не нужно будет ничего искать, все будет в одном месте. Итак, запускаем MTK Droid Tools. Вот видим, так выглядит программа. И после этого подключаем аппарат, включенный аппарат с включенной функцией отладка по USB к нашему компьютеру. После чего видим, что сейчас MTK Droid Tools его распознает. Опять-таки драйвера на телефон должны уже стоять на компьютере. И после этого что мы можем делать? То есть для того, чтобы сделать резервную копию EMEI, нажимаем кнопку ROOT. Нас программка спросит. Мы говорим «Да». И на телефоне у нас появился запрос. Смотрим на телефон и говорим, что предоставить. Все. Теперь программа говорит, что ROOT Shell получен временно до перезагрузки. То есть программа получила доступ к нашему телефону. После чего мы можем приступать к бэкапу нашего EMEI. Вот есть большая кнопочка «EMEI NVRAM». Мы ее нажимаем. Вот EMEI нашего аппарата. И после этого мы делаем что? Делаем бэкап. Делаем бэкап. Сейчас программка нам скажет, что все она сделала, все хорошо. И покажет путь, куда оно это все дело сохранило. То есть в данном случае на моем компьютере это будет папка с нашим бэкапом. В той же папке, где у нас MTK Droid Tools. Вот бэкап NVRAM. Здесь я несколько телефонов делал. То есть вот 660. Вот один файл. Это TAR архив. И файл BIN. То есть если вдруг после перепрошивки телефона у вас что-то случилось с EMEI, то вы всегда сможете опять-таки после прошивки, если у вас там нет рута, установить рут. Запустить MTK Droid Tools. Сделать точно так же, нажать кнопочку рут, которая будет здесь. Зайти в EMEI Enveram, только нажать уже Restore. И соответственно как бы выбрать файлы, которые вы сохранили. То есть после этого вы восстановите свой EMEI, свой раздел Enveram. И соответственно будете уже работать и не переживать, что у вас телефон получился, скажем так, бесполезным большим тетрисом. Все. На этом видео по получению резервной копии EMEI Enveram раздела, то я в принципе закончу. Два способа есть. Они рабочие. И соответственно как бы вы перед прошивкой можете ими пользоваться. На этом в принципе видео я тогда заканчиваю. И чуть позже сделаю видео о том, как перепрошить Lenovo S660 уже посредством модифицированного Recovery. И уже имея, скажем так, резервную копию нашего EMEI Enveram. Но опять-таки повторюсь, эта инструкция справедлива не только для Lenovo S660, а для многих моделей, которые базируются на процессорах MTK. Все. На этом я тогда заканчиваю. Надеюсь, что видео вам было полезно, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Если у вас будут какие-то вопросы, то также задавайте их. Если я буду знать на них ответ, то конечно я отвечу. Все ссылки на все файлы, которые вам будут нужны, будут находиться под этим видео в одном месте. То есть вам не нужно будет шестить Lenovo Forms, как это делал я. То есть я за вас уже в принципе все сделал. Вот. Ну если вы хотите, конечно, почитать, что там пишет народ, конечно, да, можете заходить без проблем. То есть все там же смотреть и там же все скачивать. Все. На этом я с вами пока прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok